Привет, друзья! Привет из Дачной Купавны! Сегодня у нас с вами речь пойдет вот об этих дорожках, по которым мы с вами любили прогуляться весь летний сезон, любоваться цветочками, растюшками всякими, кустиками. Но среди вас находились и те, которые не только растюшки замечали. И появилось под видео много вопросов об этих дорожках. Так вот, сегодня о них, об этих дорожках, которые за моей спиной. Я, конечно, в комментариях всегда отвечаю, но уж очень много в последнее время повторяющихся вопросов. Ну и чтобы мне тоже не повторяться в своих ответах, решила еще раз снять видео о дорожках, рассказать все секреты. Как так я их уложила своими руками, что они до сих пор лежат, не доставляют беспокойства, не заставляют себя ремонтировать. То есть уже десятый летний сезон прошел. Осень серая и дорожками, соответственно, трудно залюбоваться. То ли дело летом. Поэтому покажу вам летние, весенние виды. Это самое длинное. Бежит от веранды до хозблока и хоз двора. А это ответвление от основной, в зоне отдыха с качелями. Вот эта дорожка, огибая цветнику окна, бежит от крылечка вдоль веранды к огороду, грядкам с летней зеленью. И еще одна длинная извилистая дорожка вьется от калитки вдоль теневой стороны дома, мимо прудика, к крылечку. Как видите, дорожки не широкие. Из красных плит, размером 50 на 50 сантиметров. Мне мои дорожки очень нравятся. Во-первых, они организуют и украшают ландшафт. Во-вторых, по ним удобно, совсем не тесно пройтись по саду. В самый раз для дачи, где хочется побольше простора, побольше зелени, мягкой травки под ногами. А мостовых и тротуаров мне хватает и в городе. Эти дорожки я соорудила в 2011 году, когда купили здесь вот эту вот дачу. 8 соток с летним домиком стареньким и начали обустраиваться. Вот так выглядела эта часть будущего сада без дорожек. Основные работы по перестройке и обустройству уже сделали в то время. Выстроили хостбок с гостевым домиком, открытую веранду, а это перекопанная канава. Муж как раз проводил подземный кабель от дома до хостблока, ну, чтобы кабель висячий не портил своим видом наш будущий кусочек края. И в этих же канавках он разветвил водопровод по участку. Канаву закопали, сны и прочие сорняки выкопали с корнем, весь участок выровняли и засеяли газонной травой. Самое время проложить дорожки, чтобы хотя бы знать, где наступать можно, а где нельзя. Тут мне как раз рекламный плакат подвернулся. Предлагают разнообразную плитку для садовых дорожек. По фотографиям выбрала подходящую, посчитала нужное количество, позвонила, заказала 120 плит. Привезли в течение часа, очень быстро. Водитель с грузчиком сложили у калитки аккуратную стопку из плит и заодно настойчиво стали предлагать свои услуги по укладке дорожек. Назвали сумму, теперь уже точно не помню какую, превосходила стоимость всех плит. Ну и когда меня уговаривали, рассказали, из чего такая цена работы складывается. Разровнять, мол, утрамбовать землю под дорожки, насыпать гравий, сделать цементно-песчаный раствор, ну и так далее. Короче, сами того не подозревая, рассказали мне всю технологию дорожки-укладки. Ребята уехали, а я поглядела на участок, представила красоту по изумрудной траве красной дорожкой. На кучу плит посмотрела, примерилась. Ничего. Килограмм 20-25 плита. Вот тут у меня как раз плита, да, есть запасная. Вот смотрите. Вот такой она толщины. Я сейчас измерю, по-моему, 5 сантиметров. И здесь 50 на 50. Вот. С обратной стороны вот так. 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 Нелёгкая, конечно, но и нетяжеленная. Справлюсь. И за дело. Сразу отвечаю на многочисленные замечания. Почему сама? Почему не муж? Во-первых, я ещё доголивала отпуск, а муж уже вышел на работу. Во-вторых, муж мой был сердечник. На инвалидности. И я его как могла берегла. А в-третьих, такой у меня характер нетерпеливый. Если чего-то захочу, надо здесь и сейчас. На энтузиазме гору могу свернуть, с места сдвинуть. Конечно, следуя рецепту парней, я бы насыпала гравий, развела раствор. Но гравия не было у нас, раствор мешать было не в чем, а песок и цемент были. Остались от недавней нашей стройки. Тогда я решила упростить технологию. В ведре мешало песок с цементом. В пропорции, ну, на глазок. Три части песка, одну часть цемента. И сухую смесь сыпала на землю. Перед тем, место будущей дорожки выровняла совковой лопатой и утрамбовала. На сухую смесь песка с цементом укладывала плитку и прыгала на ней. Вот как на фотографии видите. Часто приходилось плитку поднимать и укладывать и не по разу. Подсыпать смесь или наоборот убавлять, чтобы сравнять с предыдущей плитой. К вечеру красная дорожка от калитки вдоль дома и до крылечка была готова. Я как раз возилась с ужином на кухне и с удовольствием наблюдала в окно, как муж, возвращающийся с работы, открыл калитку, привычно устремился к дому, вдруг остановился, глянул внимательно под ноги, вернулся к калитке, постоял, любуюсь и медленно прошествовал по красной дорожке крылечку. За ужином муж удивлялся, как быстро я все сделала и заказала плитку, и привезли, и нашла бригаду дорожку укладчиков и уже столько сделали. Я радостно кивала, лишь бы не догадался, что бригады дорожка укладчиков – это я. Утром следующего дня проводила мужа на работу и вновь задела. Особо недоверчивые зрители первого видео пишут, «А кто ж вас фотографировал, если дорожку клали одна? И почему нет видео? Сказки сочиняйте!» Это я один из комментариев читаю. Отвечаю. Фотографировал сосед, фотографировал сосед, который сначала через забор посмеивался над моим мартышкиным трудом и предрекал, что во время первого же дождя мои дорожки потекут, а на второй день, не вытерпел, пришел взглянуть поближе на мартышкины мои старания. Надо на раствор, а так дорожка поплывет от первого же дождя. Я резонно заметила, но если поплывет, найму спецов. Деньги-то дядьке всегда успею отдать, а так есть шанс экономить и получить ни с чем не сравнимое удовольствие от сделанного своими руками. Я его попросила щелкнуть для истории, и вот несколько кадров пригодилось вам показать. А видео нет, потому что тогда, почти 10 лет назад, у меня почему-то не было привычки снимать. А вот фотографировала много, каждый росточек, каждый цветочек. Моему каналу, кстати, завтра, 12 ноября, ровно два года. Вот с тех пор и снимаю видео. А про сказки и фантазии не хотите, не верьте, ваше право. Кто-то намотает на ус мой опыт, вдохновится и легко сотворит свою красоту, свою дорожку. А фомы неверующие, пусть не верят. Ну вот, видите, без лирики не могу, уж простите. К вечеру завершила дорожку укладывательные дела. Цемента едва хватило на основные две дорожки. Это те, что от калитки до крыльца и от крыльца до хвост двора. Третью дорожку от крыльца до огорода проложила так же, но без цемента. на ровно утрамбованную землю насыпала песок, затем укладывала плиты, ровняла их, прыгала, подсыпала или убирала лишний песок, снова укладывала. А вот эту дорожку, которая из подарки к зоне отдыха, просто накидала красиво прямо на проклюнувшуюся травку газона. Уже времени не было, вечерело, и муж вот-вот должен был вернуться. И вот результат перед вами. Прошло 9 полных лет с проливными дождями, снегами, морозами, оттепелями, а все дорожки на месте и так же красивы и прочны, как в самом начале. Не провалились, не выперли, не поплыли, а напротив, оплетенные корнями травы превратились в один монолит с почвой. Не сдвинешь и без лома и лопатой не поднимешь. Возможно, прочность такой укладки зависит от почвы, но мне повезло, почва на участке не болотистая, вода не застаивается. Так что, друзья, кому мой метод подходит, вперед! Да, кстати, так же неожиданно и быстро я выкопала пруд в саду. Вот этот чудесный! Кому интересны детали, загляните, может, тоже вдохновитесь. Ссылка в конце видео и в описании под этим роликом. Жду ваших откликов, новых вопросов, если они появятся. Спасибо за лайки и за дизлайки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Впереди еще много интересного. Всем легких трудов, прекрасных результатов, чтоб все мечты сбывались, задуманное воплощалось. До новых встреч в моем саду! Субтитры сделал DimaTorzok В моем саду! Субтитры сделал DimaTorzok и в моем саду! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...